Сплошь и рядом люди стремятся доучиться в вузе, хотя и понимают, что выбранный вуз им не интересен. Люди не уходят, потому что им жалко уже потраченных сил, денег, времени или других ресурсов на обучение. У меня было так же. Я поступил на инженера-проектировщика, но уже к концу второго курса окончательно понял. Я ни дня в своей жизни не собираюсь работать в строительстве. Ну, не нравится мне. В итоге я, конечно, все равно доучился. Сдавал десятки курсовых, тратил силы и время, но меня реально интересовали другие вещи. А диплом строителя в итоге мне ни разу не пригодился. Хотя, что это? Вот. Кстати, есть мысль, что такое поведение способствует падению уровня образования в целом. Вузы привыкают к тому, что качество предлагаемых ими образовательных программ никого не волнует, что студенты просто отсиживают для получения корочки, да еще и сами готовы платить за это деньги. В сфере отношений мы тоже часто совершаем ошибку невозвратных затрат. Люди часто пытаются сохранить неудачные отношения только лишь потому, что они потратили на них много ресурсов. Но это никак не увеличивает шансы того, что отношения в итоге наладятся. Все только растянется. Не, меня это не касается, просто после салатика живот мутит. Бывает, ошибку невозвратных затрат получается избежать. Опять же, пример из моей жизни. В школе я более семи лет изучал французский язык. Это была французская гимназия. А затем в университете можно было выбрать дополнительное обучение на переводчика. Оставалось только определиться с языком. Казалось бы, логично выбрать французский, но мне он не особо нравился, и я не понимал, как и где я могу его использовать. Английский же был повсюду, поэтому я себя пересилил и выбрал его, невзирая на годы практики французского, из которого я помню только как поздороваться. Что-то вроде чемпиньон-косан, если не ошибаюсь. Все остальное было напрочь забыто.